Смотрите, а история с Патрушевым. После того, как его сняли с главы СОБЕЗа и стало известно о том, что эта должность теперь закрепляется за Шойгу, поползли слухи, что возглавить может Патрушев, старший, я имею в виду, путинскую администрацию, сместив Кириенко. Этого не произошло. Тоже сейчас Патрушев в числе путинских советников. Как считаете, почему эти слухи не оправдались? И для Патрушева эти изменения, понижение ли? И что за этим стоит? С Патрушевым непонятно, потому что это тоже ближайший к Путину человек, но, видимо, совсем старый уже стал. Он же, я напомню, когда Путин собирал всю братву и говорил, что нам необходимо воевать в Украине, Патрушев тогда же оговорился, что мы сделаем эти территории, вот, из трех букв, которые они называют ошибочно, оккупированные территории Украины. Донецкая область, Луганская область, мы их, он говорил, сделаем территориями России, то есть он спалил контору. Это уже был сигнальчик, что дедушка не может уже ничего в себе держать, ну, видимо, что-то старческое. Вот поэтому в помощники, в помощники, все в сад, все в сад. Путин, чтобы показать мнимую целостность своей команды, всех в помощники переводит. Естественно, это понижение, это однозначно, да. Но уничтожен Патрушев не будет, точно так же, как Шойгу. Все эти кадры, я уверен, нужны Путину, потому что это круговая порука. Он же хочет, и когда всю эту братву собирал, не один отвечать перед западным сообществом, а вместе со всеми, дескать, вот они тоже. И с собой на дно их утягивают. А что это означает? Это означает, что они боятся быть утянутыми на дно, а у них куча сфер влияния, в том числе и за пределами России. То есть Путин свои риски таким образом покрывает каким-то образом. Так что эти люди нужны ему живыми и рядом с собой. Ну, как говорится, держи врага близко к себе, а друзей еще ближе. Ой, наоборот. Ну, в общем, у Путина нет друзей, у Путина все враги, потому что паранойя запредельная, и он никому уже не доверяет. Что сейчас, по вашему мнению, происходит в Чечне, и почему Даудов объявил о сложении из себя полномочий? Вот это действительно интересная тема, почему Даудов уходит. Даудов – это правая рука Кадырова, лорд, один из главных палачей, главного террориста на Северном Кавказе Рамзана Кадырова. Я, к сожалению, не видел никакой аналитики по этим вопросам. Возможно, Кадыров пытается как-то копировать поведение Путина, уводит в тень основных своих исполнителей, экзекуционеров, палачей. И, с другой стороны, мы же не знаем, чем сейчас будет заниматься Даудов. То, что он перестал быть председателем парламента Чечни. Ну, что такое вообще парламент Чечни? Вы что-нибудь слышали о деятельности чеченских депутатов? Я с трудом себе это представляю. Чечня – это просто даже не орда, даже не вещь Нижегородская. Хотя нет, Нижегородская вещь – это образец демократии, это вообще не стоит сюда приплетать. Я даже не могу сказать, чем занимаются чеченские депутаты и вот надсмотрщик над ними, но они по старой памяти уже будут соблюдать. Вопрос в том, что случится физически с Даудовым. Будем ли мы его видеть теперь рядом с Рамзаном Кадыровым? А ведь он светится практически постоянно. Вот Адам Делимханов по левую руку от Кадырова, депутат Госдумы от Чечни. А по правую руку – Даудов. И вот всегда это видно. Может быть, сейчас Адама Кадырова назначат. Посмотрим, когда ему исполнится 18 лет. Или дочь Кадырова назначат. Это декоративное, мне кажется. Потому что, опять же, нет уверенности. Потому что игру Кадыров ведет свою в Чечне. Он уже давно оторвался от Москвы, от федеральной власти. Он уже давно недоволен теми деньгами, которые ему посылают из федерального бюджета. Он всячески подчеркивает свою самостоятельность в качестве лидера Чечни. Я уверен, он сыграет ключевую роль на момент распада России. Он будет удерживать огромное количество ресурсов и влияния за счет своих настоящих боевиков, настоящих бойцов, а не ту тикток-братью, которая в тылу в Украине снимает ролики. И расстреливает дезертиров. Интересно, конечно, как будут сейчас развиваться события. Ведь после, опять же, мы уже второй раз возвращаемся к этому Пригожинскому недопутчу, когда он шел на Москву, да не дошел. Когда поговаривали, даже были аналитические такие прогнозы о том, что завершить то, что не завершил Пригожин, может Кадыров. Вопрос в том, когда и теоретически какие предпосылки могут быть к этому. Я уверен, что если Пригожин устраивал спектакль, то Кадыров вполне может это все сделать. И никто ему слова не скажет. Уже на физическом уровне у русских страх перед чеченцами. А если еще добавить, что это кадыровский чеченец. Никто не забыл конец 90-х, 2000-х, когда накачивали ненавистью к народу Чечни, население России, сказками про чеченских террористов. Сейчас вот накачивают сказками про украинских террористов. Но никто ничего не забыл, это передается из поколения в поколение. И я уверен, что Кадырову даже не нужно реально будет ввести какие-то войска, технику по направлению к Москве. У него уже в Москве есть свои ставки. Там они в пентхаусах, отелях сидят. Там разветвленная сеть влияния. И, естественно, деньги Кадыров тратит не только на постройки дворцов для себя и своих любовниц, и на покупку геленвагенов для своих подчиненных. Он еще скупает влияние. И, естественно, многие понимают прекрасно, что Кадыров ненасытен. И плюс к его ненасытности, потому что он еще достаточно не наворовался, в отличие от Путина, добавляется его страх умереть. Кадыров точно так же, как Путин, понимает. Как только он потеряет должность главы Чечни, тут же его уничтожат. Потому что слишком много семей в Чечне, тейпов, по-моему, это называется, не забыли о том, что делали кадыровцы с их родными, братьями, сестрами и дальше по списку. Не забыли и не забудут. Поэтому удержание власти для Кадырова критический момент. Поэтому он так, кстати, и отреагировал болезненно, когда начали говорить, что он еле живой. Он тут же ролик записал, что он тягает Тойота-внедорожник. Ну, в общем, Кадыров это такой Путин в Кубе сейчас в плане удержания власти. Путин уже устал, Путин уже не хочет ничего делать. Вот он просто на автомате, по привычке. Для него, я уверен, перестановка Шойгу-Белоусов была просто из ряда вон выходящая. Просто он, я думаю, там заснуть не мог, так переживал, а не сделал ли он что-нибудь. И на следующий день созвал экстренное заседание Совета Безопасности. Естественно, Шойгу. Естественно, продемонстрировать, что вот, Сергей Кужугетович, я на тебя не обижаюсь, все в порядке. Ну, так было надо. Отнесись с пониманием. Интересно, конечно, развиваться, возможно, да, вот следим за развитием событий в дальнейшем. И, Дмитрий, я вас благодарю за то, что находите время и возможность к нашим стримам присоединяться своими мутерами, делиться с нашими зрителями. Всегда вас рады видеть на нашей YouTube-платформе. И до скорых встреч. До скорых встреч. До свидания. Спасибо. Журналіст Дмитро Иванов, російський опозиційний блогер, відомий як Камікадзе Діях, був разом із нами на стримі. Я традиційно наших глядачів закликаю не забудьте підтримати це відео вподобайку і коментарем, поширенням. Ну, і так само наша команда буде вам щиро вдячна за підписку на нашу YouTube-платформу. Субтитрувальниця Оля Шор